Физкульт-привет, дорогие друзья! В эфире программа «Спорт на Дону». Сегодня на повестке дня фехтования в нашем городе прошло уникальное событие. Сильнейшие раперисты России, вся сборная страны сражалась в Ростове. У нас на дорожке олимпийская чемпионка Рио Инна Дереглазова и серебряный призер Лондона ростовчанка Лариса Коробейникова. И хотя главный тренер сборной уже определился с составом на Олимпиаду в Токио, старт этот был очень важен. Ведь сейчас должен был проходить чемпионат Европы по фехтованию. Но его отменили из-за коронавируса, хотя наши хотели выступать. А соревновательную форму перед Олимпиадой набирать надо. Так что мы пообщались с главными действующими лицами турнира, сильнейших, и предлагаем вашему вниманию самое главное. Три человека еще в мае были объявлены. Это Дереглазова, Загидульна и Коробейникова. И вот в начале июня определили по четвертому номеру. У нас был стаковой бой в Сочи на сборе. Там дралась Мартянова Марта и президент был на место еще Настя Иванова. И поэтому в Междиме произошла битва. И Марта победила. Два боя, один проиграл. Ну и в четвертый номер поедет Марта Мартиянова. А этот турнир сильнейших мы проводим здесь вместо чемпионата Европы, который отменился у нас в Пловдии, в Болгарии. И для того, чтобы наших спортсменов держать в боевой форме, мы рапиру организовали в Ростове. Очень большая благодарность организаторам, потому что они предложили провести этот турнир здесь. Давно не проводили, честно говоря, уже лет 8 не было соревнований в Ростовской области. Сабли у нас в Арзамасе, а шпага в Хмоленске. По сути, этот турнир нам поставили коэффициент 0,25, ну и для того, чтобы у регионов было основание командировать своих спортсменов. Но по реалиям нельзя держать команду до упора в неизвестности. Все равно надо уже объявить состав, чтобы уже по Олимпийским играм на протяжении полутора месяцев спокойно спортсмены готовились. И, естественно, чтобы без всякой нервотрепки. Даже если кто-то знает конкретно, что он в команде, все равно надо об этом объявить. Ну что, в принципе, мы и сделали. Я вам скажу, что когда от Европейской конфедерации фехтований поступил запрос по национальным федерациям о желании участвовать на чемпионате Европы или не участвовать в связи с пандемией, наша федерация ответила положительно, что мы хотим участвовать. Ну, к сожалению, ничего от нас не зависело. И все-таки чемпионат Европы отменение. Конечно, обидно, когда смотришь телевизор в этой же Болгарии, чемпионат Европы по художественной гимнастике, чемпионат мира по дзюдо прошел, чемпионат Европы по футболу проходит, и по современному пятиборию чемпионат мира прошел. Ну, то есть, а мы сидим и проводим турниры сильнейших. Ну, а что делать? Ну, фехтование вот у нас, так сказать, так получилось, что весь сезон был отменен. Ну, наверняка у вас есть информация, что только мы тут, скажем, в своей каше варимся, или в других странах тоже так, и они сейчас международной практики практически не имеют? Нет сейчас ни у кого, то есть, если отменен международный сезон, то нет международных соревнований, и между собой максимум, что проводят, они иногда совместные сборы. То есть, ну, там, перемещаются кто-то кому-то. Ну, вот такой массовости, чтобы где-то встретились, как говорилось, товарищескую встречу, провели там матчики, и этого нет. После возвращения из-за Ростова, ну, в частности, по Рапирове, у нас с 27-го начинается сбор в Новогорске, и до седьмого, потом мы распускаем их по домам, и 11-го числа уже летим в Хабаровск. В Хабаровске где-то недельку мы будем акклиматизации, пока там уже доводка и подводка, такого не будет уже, надо тренироваться, какую-то там силу тратить, уже будет такая подводка, и уже в Токио мы летим за пять дней до, там уже кто-то раньше начинает, кто-то позже, за пять дней до каждого старта по виду оружия мы вылетаем в Токио. Значит, семь дней в Хабаровске и пять дней в Токио. И вот такая будет подводка к Олимпийске. Да, у нас был другой план. У нас был план готовиться в Японии, в 55 километрах от Олимпийской деревни, чтобы как перед Рио нашли место Портабелло. Мы там жили, непосредственно перед Олимпиадой, ну, я, понятно, я доктор, массажист, мастер по оружию, мы въехали в Олимпийскую деревню, а команды менялись, турниром своим личным, допустим, заехали, от выступали, опять вернулись Портабелло, другая команда заехала. И вот такая была, как сказать, и все тренеры могли присутствовать, все тренеры, личные тренеры наших спортсменов, потому что, ну, смена была аккредитацией. А сейчас у нас даже квоты по аккредитациям, не все личные тренеры могут поехать на Олимпийские игры. Мы ставим вопрос. Но там же тоже надо команду, там же все равно между личными и командными, во-первых, перед личными пять дней, еще между личными командами тоже. Этих спортсменов все равно надо как-то довести до командных. Но, к сожалению, те, кто не попадает в квоту на выезд в Японию, вообще не может поехать никак, ни по какому-другому бюджету, где-то в другом месте жить, подъезжать на соревнования, нереально. Тренер Муртазаева, наши шпажисты, Юлия Гараева поехать не сможет. Первый тренер братьев Бородачевых, потому что я тренер сборной, а у них тренер Орлова, Элина и Самары, она поехать не сможет. И ряд других тренеров, которые должны быть на Олимпийских играх, но их там не будет, потому что места нет. К сожалению, это вот такая ситуация. Я просто скажу, что было. В 19-м году, в принципе, женская рапира выиграла и чемпионат Европы, и чемпионат мира. А и по ходу, пока до пандемии были возможности у нас выезжать на соревнования, мы выиграли кубок мира сезона 19-20, женская рапира. Поэтому все предпосылки, что женская рапира хорошо выступит на Олимпиаде, летом 2020 года были. Вы понимаете, после чемпионата мира и Европы 2019 года и сейчас Олимпиада уже 21-го, в июле 2021 уже пройдет два года. Понимаете, что Лариса Коробейникова, наша местная спортсменка, вы же понимаете, что она на два года стала старше. Если тогда ей будут... Это так кажется 32-34. Но это для жизни обыкновенной, это прекрасный, хороший возраст такой. А для спорта это каждый год после 30-ти это потери выносливости, скорости, реакции. У нас же фехтование сложный коронационный вид спорта. И хочешь, не хочешь, это все равно с каждым годом после 30-ти это все становится... Ну, эти качества ослабевают. Конечно, мы надеемся, что у нас опять будет проявлен характер, что самое главное на Олимпиадских игр. И благодаря нашему российскому характеру наши спортсмены добьются результатов. Мы не ставим такие, как сказать, задачи. Особенно я часто говорю в интервью, что слово «должен» у нас вообще отсутствует. Потому что это сразу психологическая такая нагрузка. Потому что вот то, что вы снимаете, вы пишете как средство массовой информации, все спортсмены это читают, слушают. И если они видят, что какая-то идет напряженка, что они должны показать результат, сразу их начинает немножко колбасить. Поэтому самое главное – выходить на дорожку, драться, проявлять характер. А если они будут это делать, то придет и результат. Получается, это последние официальные старты перед Олимпийскими играми. Да, это последние официальные старты. Но для тебя и для практически всех сборных ничего не решали. Ну, в принципе, они вроде ничего не решали, но, скажем так, выступать плохо тоже было бы нежелательно. Ну, когда ты уже отобрался, уже как бы хочется и оставаться на уровне. Ну, и, как бы, зачем давать лишний повод для какого-то обсуждения, скажем так. Ну, ощущение, бой складывался так интересно. Вначале я проигрывала, потом смогла перевомить подбоя. Шесть укулов. Да, потом повела чуть вперед, ну, и она тоже перестроилась. Ну, в итоге чуть-чуть не хватило мне. Ну, а в целом, если не финальный поединок, как в принципе? А в целом, в принципе, второе место достаточно хорошо и проиграть и недели Глазовой в упорной борьбе. Это тоже хорошее выступление. В конце июля мы уже улетаем в Японию. Да, сейчас должны были на чемпионате Европы. Да, но его не было, да. Можно сказать, что в Ростове был российский чемпионат Европы? Российский, да, в российский, можно сказать. Ну, вот так по ощущениям. Не хватает ли этой международной соревнований? Международной соревнований, конечно же, не хватает. Мы, грубо говоря, тренируемся, мы все вместе и опять же приезжаем на турнир и кто между собой. Также не хватает международных турниров, но что делать? Такая ситуация в мире. Вот, поэтому приходится в таких условиях тренироваться. Нам главный тренер сказал, что у всех команд такая ситуация. Но нет ли там, может быть, итальянки где-нибудь там встретились с французами? Я не знаю, как бы, я не общаюсь, но очень многие, например, иностранки тренируются не в своих странах. То есть, например, там француженки тренируются в Италии. То есть, ну, то есть они по своим странам сидят. Изначально даже, говорят, провалили сутрогих тренеров. Ну, уже будем упираться, вспоминать, что как мы вставали с ними до этого, проводить теоретические, тактические занятия, вот, и что делать. Такая ситуация. Вот, отталкиваться от этого. Ну, по ходу вот сегодня, по ходу всего турнира, такое ощущение, что ты немножко разозлилась именно вот в самой концовке, только когда там выиграла чуть-чуть. Да, я разозлилась в концовке, была не согласна с судейством, и это меня очень разозлило. Вот, ну, потому что по ходу турнир шел у меня хорошо, я хорошо себя чувствовала, и у меня все получалось, а в концовке будет тяжело, был, ну, со студией мы как-то не сошлись во мнении, вот, и разозлилась. Лет 10 назад был Кубок России, если я не ошибаюсь, вот видите, насколько давно было. 2005-й. Да, 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 да. И вот тогда я была в Ростове, и выступила я не очень успешно. Кстати, проиграла, по-моему, Ларисе тогда. Вот, ну, сейчас сделала реванш. 10 лет прошло. Ну, смотрите, любой турнир, это можно на данный момент рассматривать как подготовку к Олимпийским играм. А когда ты побеждаешь еще, то, конечно, это приятно осознавать, ну, что ты победитель. Но нужно смотреть на то, что это проходящий этап, и главное соревнование, это у нас Олимпиады. К ним мы и готовимся. Приятно, что в Ростове, потому что у нас турниры сильнейших в основном проходили в Химках, и сейчас вот нам сделали турнир в этом городе, и, в принципе, очень все хорошо, только очень душно и жарко. Очень. Наверное, это все отметили. Тяжело фехтовать. Подготовка у нас, конечно, меняется, с учетом определенных ошибок, которые мы допускаем на соревнованиях. В целом остается практически такой же, но видоизменяются там определенные тренировочные процессы. Где-то больше внимания уделяем на технику, когда-то больше на физическую подготовку. Все в зависимости от сезона и когда будут соревнования. Это вообще необычный сезон в связи с коронавирусом. Нет полноценных соревнований международных. У нас прошли одни соревнования, которые были в Катаре, всего лишь одни. И, конечно, не хватает соревнований. Попробовать себя еще, поучаствовать. Вот так мы и подошли к командным соревнованиям. Сборная России номер один, номер два и так далее. Фаворит был известен заранее. В одну команду были собраны участницы Олимпийских игр. А кто может здесь противостоять лучшим, которые планируют выиграть золото в Токио? Соперницам нашей главной команды нужно было хотя бы примерно представлять из себя потенциальных оппоненток на Олимпиаде. Итальянок, американок, француженок. В главной сборной олимпийская чемпионка в личке Инна Дереглазова, Аделина Загидулина и ростовчанка Лариса Коробейникова. А результат 45-11, 45-28 и 45-32. Неоспоримое превосходство. Зачем ракеристкам маникюр? Чтобы быть красивыми. Зачем вообще девушкам маникюр? Не так прекрасно. Ну нет. Тем более одна рука. А так выделяется. На серой незаметной курточке будет, видите, как выделяется. Сразу заметно. Потому что лето и хочется солнышка. Турнира в Сильнейшей стране у нас не было в Ростове. Никогда. У нас проводились чемпионаты страны. Ну это на ранг, конечно, высший турнир Сильнейший. Кубок страны проводился. И первенство страны среди юношей до 23 лет. Это все проходило. Сейчас у нас проводят турнир Сильнейший. Он является последним отборочным стартом к Олимпийским играм. Здесь идет, скажем так, до шлифовка команды. Все-таки просмотр последней штрихи, когда можно это сделать и что-то подкорректировать. В мужской рапире мы никогда не давали на Олимпийские игры. У нас достаточно молодой состав. Самый старший, принимавший участие в соревнованиях, это у нас 19-летний юноша. Тут же были люди по 36 лет, в районе 30-ти, и Олимпийские чемпионы принимали участие. Наша задача была поучаствовать в соревнованиях, перенять опыт, опять же проверить свое мастерство, сроднику, как бы двигаться дальше, идти в развитие. Ну и каковы перспективы, скажем так? Надо работать. Работа покажет все. Перспективы есть. Любой опыт, он является бесценным. Хотя бы, я повторюсь, что мы проводили соревнования и более высокого уровня, здесь ранга. И опять же, достаточно давно проводили, это было 8 лет назад. Вы участвовали в этом проведении? Да, во всех этих соревнованиях я принимал участие в качестве судьи, в качестве тренера. Ну, каждое соревнование имеет свой бесценный опыт. Что мы, ну, по организации, по цене меняются, правила какие-то, что-то надо, что-то уходит в прошлое, что-то уходит в новшество какое-то. Ну, надо проводить соревнования, чтобы было востребовано, наверное, знать и уметь это проводить. Чтобы не было, чтобы нас не могли застать в расход, скажем так, чтобы не смогли ни провести такие соревнования. Ну, мы сейчас комплектуем команды, здесь точнее, главные тренеры по видам оружия комплектуют команды не территориальным, криптериям, а миксуют. То есть перемешивают команды, пробуют разные соотношения сил противника, ну, команды. для того, чтобы подобрать оптимальный состав и попробовать в Олимпиаде, чтобы все пофертовали на разных номерах с разными партнерами. Что касается команды соревнований, есть командный турнир такой, приселочный, а личный, да, он входит в систему сборника. Для практически всех участников Олимпийских игр, да, наших сборников уже был, ну, то есть они уже знали заранее, что они уже едут. Для чего им этот турнир? Ну, едут они тогда, когда сядут самолет, ну, наверное, это турнир опять же для того, чтобы, это последний старт к тому, чтобы проверить себя на каком-то уровне находишься и что еще можно подтянуть, на что можно обратить внимание, над чем поработать. Ну, так, спортсмен должен принимать участие в соревнованиях постоянно. Потому что, есть такое понятие соревновательный опыт. Не может быть месяца, чтобы не принимать, не должно быть месяца, чтобы не принимать участие в соревнованиях. Знаете, я как руководитель центра олимпийской подготовки номер один и пришел поддержать нашу спортсменку Ларису Коробирникову, которая, к счастью, попала в олимпийскую сборную и будет представлять Россию на олимпийских играх в Токио. И сегодня они выступают в командном зачете, вчера она заняла второе место, сегодня в команде вот они за первое место бьются с девочками из другой команды. Поэтому, конечно, для меня очень важно поприсутствовать, поддержать ее и в какой-то степени даже порадоваться тому, что наша донская спортсменка попала в олимпийскую сборную. Но если не как руководитель центра спортивной подготовки, а как олимпийский чемпион, у вас будут возможности периодически делегации отправляться, но сейчас все понятно, пандемийное время, и там говорят, что просто зрители из других стран пускать не будут. а олимпийцы? Вы знаете, будут ли олимпийцы отпускать или нет, еще я не знаю, но хотелось бы попасть на олимпийскую верусь в составе делегации Федерации спортивной борьбы России, в составе сборной России по борьбе, поддержать и наших борцов, и вообще спортсменов. Но вы знаете, что олимпиада в Токио будет особенная, и меры безопасности будут предприняты самые лучшие. Поэтому, конечно, хочется, я думаю, многим попасть туда поддержать, но я могу сказать одно, поддержка, она излучается даже через телевизор, даже мысленно, поэтому каждого призываю поддержать наших спортсменов на олимпийских играх, даже просто подумав о том, чтобы они достойно выступили. Какое ощущение, когда вчера вывесили команды, вы уже знали, что победить? Не палимся. Это шутка. Нет, конечно, мы не знали, что мы победим, но мы старались. И победили. Но в финале была и самая сильная команда, это была сборная России вторая. Вот, естественно, с Тойой был самый напряженный матч. Стоять не больше. Может быть, со стороны кажется, что легко, но нам приходилось сконцентрироваться побольше, и поэтому, как бы, были такие счета, но внутри, вот как бы, если кто знает кухню, это все равно тяжело, и мы работали, это не далось так легко, как казалось. А внутри просто, когда, наверное, всю вашу амуницу надеваешь, уже становится тяжко. Вот вчера вы говорили, именно было очень душно и жарно. а сегодня? Сегодня вот меня погода услышала, пошел дождь, и, соответственно, сегодня попрохладнее, эффектовалась намного комфортнее, нежели чем было вчера. Ну, а бывает на соревнованиях международного уровня, что вот, конечно, бывают разные условия, и, соответственно, нужно приспосабливаться к любым условиям и работать с тем, что есть. В 19-м году какие-то старты в Токио были? У нас какие-то этапы там? Нет, в Токио у нас нет. Ничего, в Токио не было? Да, наверное, страна, в которой мы поедем в первый раз. Я была один раз подростком, и что было давно? Это было очень давно, был турнир, и я попала. Это в 2008-м году, что ли, Это очень давно было. Это еще Светлана Анатольевна? Да, да, как раз был отвод на Олимпиаду в Пекине, вот я зацепила турнир, и я расслеживала. А вот полтора месяца осталось вот этой чемпионской командой, тем более у вас есть такой опыт от 19-го года, да, невероятной работы. Вот сейчас, наверное, никого не надо бояться, да? Ну, давайте не будем забирать вперед, мы будем готовиться, и будем стараться максимально вложиться на эту Олимпиаду. Мы верим, но... И вы назовете нас чемпионской командой уже после Олимпиады, а пока мы просто команда. Да, команда из России. А пока мы чемпионская команда турнира сильнейшего, который проходил в Ростове. То есть, вот как вы и говорите, что турнир прошел, нужно забывать. Да. Почему? Слишком много вопросов. Потому что готовься к следующему турниру. Должна быть мотивация. Нет. Как раферистки, чемпионки отдыхают первый день после турнира? Как? Все по-разному. Я люблю выспаться. Вот прям спать 24 часа? Ну, не 24. Выспаться, я проведу время со своим мужем в Ростове дома. С семьей, с друзьями провести время. Максимально как-то отвлечься уже от непосредственно соревнований и сборов. Сменить обстановку. И потом уже с новыми силами в бой. Полностью уделить время своей семье, так как мы не так часто бываем дома, как хотелось бы. И, соответственно, то время, которое мы находимся дома, хочется провести его максимально с пользой и в кругу своих близких, родных. Ну, и Лариса в своей олимпийской команде максимально гостеприимство дома показала? Да, более чем очень гостеприимно. Все было, все спасибо Ростову отдельно. Решили взять этот турнир. Федерация фехтования России нас поддержала, дала нам этот турнир. Ну, слава богу, он прошел, вроде бы все нормально, все довольны и успешно прошел. Ну, да, это супер, но есть такое ощущение, что все-таки если бы был зал, например, ну, тот же дворец спорта, да, или в экспрессе, например, можно было бы зрителей же пустить. А тут, получается, как говорится, раперисты в собственном сапу. Ну, давайте мы не будем торопиться со зрителями. Я думаю, что мы ничуть не проиграли от того, что зрителей не было, потому что ситуация, на самом деле, еще не такая хорошая. Поэтому, даже, может быть, не хорошо, что зрителей не было. Зал прекрасный. Я не могу сказать, что он хуже, чем экспресс или хуже, чем дворец спорта. Но надеюсь, что у нас будет дальше продолжаться строительство новых залов, более современных. Ну, по крайней мере, мы ждем этого. У нас в России очень много городов, и Федерация фехтования России, естественно, стремится, чтобы наш вид спорта был представлен везде. Все города борются между собой для того, чтобы провести этот турнир и популяризировать фехтование. Поэтому не получается очень часто в одном городе проводить. Понятно, что сейчас, ну, как бы весь мир плюс-минус в равных условиях, да, нет международных стартов, ну, в таком количестве, в котором хотелось бы, и в каком они были, допустим, ну, пять лет назад, да, перед Олимпиадой в Рио. В связи с этим, вот, для первой команды насколько это полезно? Ну, вот, девчонки, там, мы посмотрели, счет там, отрыв 10 уков, по своему опыту. Соревнования, есть соревнования. Соревнования не сравнятся ни с одной тренировкой. Поэтому то, что сейчас прошел этот турнир, это очень здорово для нашей сборной команды. все равно они поддерживают свой дух спортивный. И вот эта сплоченность команды, которая будет выступать на Олимпийских играх, играет большой роль для подготовки к Олимпиаде. Ну, вот, если вспоминать ваше золото, да, вы смотрите сейчас на эту команду, как вы думаете, этой команде по силам стать золотыми чемпионами? Не только по силам, я думаю, что они должны стать Олимпийскими чемпионами, потому что команда сильная на самом деле и ничуть не уступает остальным в мире. Но из-за того, что не было практики международной долгий период времени? Это все в одинаковых условиях. Практики не было у всех. Поэтому никто здесь не выиграл, никто не проиграл. Все были в одинаковых условиях. И то, что нам все-таки удалось провести этот турнир, это очень хорошо. А не знаете, где-нибудь в Европе может быть что-то подобное кто-то проводил или нет? Нет, я не могу сказать точно кто-то проводил или нет. Наверное, что-то проводили. Но между собой страны не встречались. Ну а в завершение нашей программы пожелаем всем-всем-всем нашим спортсменам удачи, побольше золотых медалей в Токио. Я, Роман Саганов, с вами прощаюсь. Это была программа «Спорт на Дону». Увидимся ровно через неделю. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова